Бокс миру так и не возвратили. Нас подразнили и просто забыли. И без ответов на наши вопросы, как детей оставили с носом. Нам обещают, что все будет позже. Это, конечно, даже очень возможно. И мы, засыпая, глаза закрываем запуска бокса. Вновь ожидаем. 6 июня Арум нас заверяет, что бокс Лас-Вегас он все же возвращает. И мы, выбросив в окно под дождь свой пессимизм, в выпуске The Ring Show источаем оптимизм. Приветствую всех любителей бокса. Как мы с вами не радовались тому, что 30 мая начнется всемирное возвращение бокса, таковое, увы, так и не произошло. Напомню, что именно в субботу, 30 мая, в столице Доминиканской республики, Санта-Доминго, на арене Клео Крус, и должен был состояться вечер бокса, организованный головой промоутерской компании Шаундбоксинг Промоушенс Бельхика Пена, где всего вечера бокса должно было быть 6 поединков и в центральной его части 2 чемпионских боя. Разрешение на проведение этого вечера бокса было дано правительством Доминиканской республики, а именно министром спорта Данила Диасом. Были выдвинуты беспрецедентные, по сути, условия безопасности. Также выполнялись все протоколы, которые предоставила Всемирная боксерская ассоциация, а именно она и санкционировала проведение этого вечера бокса. По словам самой Бельхика Пены, ее команда буквально полностью от крыши до фундамента раз 10 продезинфицировала все помещения. Были выполнены все условия, в том числе, что были отдельные комнаты для всех участников этого вечера бокса, команд боксеров. Причем эти комнаты имели отдельные входы и выходы, все помещения вентилировались, дезинфицировались. Ну, поистине, все было сделано на наивысшем уровне. И вот вечером 29 мая Данила Диас сообщил, что этот вечер бокса не состоится, поскольку, по мнению правительства Доминиканской республики, сохраняется тенденция к повышению числа заболевших COVID-19. Поэтому, тфу-тфу-тфу, они не решатся рискнуть. Хотя, существует и такая вот история из такой теории заговоров. Дело в том, что Боб Аарум 6-го июня, он запускает два вечера бокса вместе со своими китайскими партнерами в Пекине, в телевизионной студии одного из телеканалов. И уже начиная с 6-го числа и с 9-го постоянно, он будет предлагать вечера бокса своих боксеров, как в самих Соединенных Штатах, а именно в отеле MGM Grand, так и в Китае и в Мексике. И проблема в том, что вечер бокса из Доминиканской республики должен был транслироваться и, собственно говоря, открывать трансляцию сезона боксерских поединков 2020 года, что очень не понравилось Бобу Ааруму, поскольку он считает себя полноценным и единоличным обладателем возможности показывать поединки на телеканалах ESPN и ESPN+. Так это или не так, ну, не важно. Мы будем скрестим пальцы, будем держать кулаки, что вот 6-го числа бокс все-таки стартует. И стартует он не только в Китае, но и в Австрии, в Мексике и в штате Канзас, Соединенные Штаты Америки. Ну, а с 9-го числа уже бокс как бы будет к нам возвращаться постоянно. Не будем выражать излишне оптимизма, чтобы не наступить на грабли коронавируса, которые бахнули нас уже по голове. И будем просто ждать, наберемся терпения и будем ждать. И если говорить о том, как бокс возвращается, то здесь, конечно же, все наши взгляды направлены в сторону Соединенных Штатов Америки. Напомню, что Государственная Атлетическая Комиссия штата Невада во главе с ее председателем Бобом Беннетом уже позволили проведение вечеров бокса в условиях предоставления безопасности всем участникам этого процесса. И вот в штате Калифорния председатель этой комиссии Эдди Фостер также уже говорит о том, что были проведены консультации с членами его организации, то есть Национальной Атлетической Комиссии штата Калифорния. И, собственно говоря, также были разработаны протоколы, которые позволят и вернуть бокс и в Калифорнию. И напомню, что в Калифорнии две промоутерских компании обладают, скажем так, правом проведения поединков. Это промоутерская компания Оскара Далахоя, Golden Boy Promotions и промоутерская компания Томпсона, Томпсон Боксинг. Но когда и где именно будут проходить поединки, сказать сложно, протоколы только-только внедряются. Опять же, там очень жесткие меры безопасности. А именно, все боксеры и участники вечера бокса будут проходить обязательное медицинское тестирование за две недели. До того, как они приедут, собственно говоря, на место проведения поединка, также будет проводиться выборочное тестирование и обязательный медицинский осмотр. Ну и если, допустим, в штате Невада Беннетт настаивал на том, что количество поединков должно быть строго ограничено шестью и не более, то вот Фостер в штате Калифорния говорит, что количество поединков будет возложено на рассмотрение промоутеров, ну и зависит от экономической целесообразности. Евгений Хитров, один из золотой национальной сборной Украины по боксу, ждет, не дождется декабря месяца, когда закончится его контракт с компанией Five Promotions, с той компанией, с которой он и в 2013 году зашел на профессиональный ринг, той компанией, которая и занималась делами Сергея Деревянченко. Много надежд ребята возлагали на своего промоутера Александра Ханеса, но, увы, отсутствие связей, денег и авторитета в мире бокса не позволили Александру приблизить ребят даже на йоту к значимым поединкам. Сергею Деревянченко улыбнулась удача, и он смог заработать в поединке с Геннадием Головкиным довольно-таки неплохие деньги, а вот судьба Евгения Хитрова сложилась довольно-таки, на мой взгляд, просто ужасно. Потенциал Евгения просто не был востребован, и опять же, виной всему непрофессионализм его промоутера. Но даже если контракт Хитрова и закончится, и он станет свободным агентом, кого он заинтересует, ему 31 год, у него впереди не так много времени, чтобы хотя бы чего-то достичь на профессиональном ринге, и большой вопрос, с кем он пойдет дальше. Яркий пример тому Тарас Шелестюк, который прозябал под покровительством Арта Петула, освободился от него, и дальше абсолютно ничего. Несколько абсолютно незначимых поединков, и слава Богу, что в жизни у Тараса Шелестюка все сложилось. Он довольно-таки востребованный тренер по боксу, у него налаживается его бизнес-проекты, и он чувствует себя вполне неплохо. Можно сказать, что еще один наш боксер, Сергей Богачук, находится, по моему мнению, в подвешенном состоянии. Его промоутер Том Лофлер имеет авторитет, но не имеет финансовой возможности, чтобы продвинуть, подбросить Сергея вверх, а там уже Сергей, благодаря тому, что характером ломает своих соперников, мог бы зацепиться за высокие позиции в рейтингах основных боксерских организаций. Но у Сергея Богачука хотя бы есть шанс. А вот если посмотреть на наших ребят, это Любомира Пинчука, либо Олега Довгуна, то здесь вообще трагедия. Они, находясь на контракте у менеджера Майкла Шорли, к сожалению, начали довольно-таки неплохо, но прозябают, просто оставаясь чемпионами всего лишь одного штата, штата Пенсильвания. И, опять же, можно констатировать только тот факт, что у Шорли нет ни денег, ни авторитета, чтобы вывести ребят на более высокие позиции. Поэтому очень много вопросов о том, как наши парни в Америке собираются выкарабкиваться, по сути, из катастрофической для них ситуации. Очень хочется, чтобы им повезло. Мы держим за них кулаки. В профессиональном боксе, так же, как и в жизни, если боксер несчастлив, то каждый боксер несчастлив по-своему. А если он счастлив, то счастлив благодаря тому, что имеет возможность, проводя поединки, зарабатывать довольно-таки хорошие деньги. Ну и благодаря своей команде и пронырливости менеджеров зарабатывать желательно неплохие деньги и вне ринга. И журналисты издания Forbes, проведя анализ финансового года, который длился с мая 2019 по май 2020, составили рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов. Нас, конечно же, интересуют профессиональные боксеры. И вот на первом месте и занимающем 11 место в общем рейтинге расположился никто иной, как Тайсон Фьюри. Он заработал 57 миллионов долларов. При этом 50 миллионов он заработал благодаря гонорарам за проведенные поединки и 7 миллионов он заработал благодаря рекламным контрактам. На втором месте и 19 месте в общем рейтинге расположился Энтони Джошуа, который заработал 45 миллионов за поединки и 2 миллиона за рекламные контракты. Если говорить о третьем месте, то оно у Дентея Вайлдера 46,5 миллионов он прибавил к уже существующим своим финансам. При этом 46 миллионов он заработал благодаря проведению поединков и всего лишь 500 тысяч, как ни странно, на рекламных контрактах. И вот завершает, скажем так, пятерку. Никто иной, как Сауль Альварес. В общем рейтинге он занимает 30 место и он заработал целых 37 миллионов долларов и 35 благодаря поединкам и 2 миллиона благодаря контрактам исключительно вот в Мексике. И вот глядя на вот этих вот парней, понимаешь, что они как бы счастливчики. А потом переведет взгляд на Василия Холомаченко, Александра Усика, Александра Гвозика, Сергея Деревянченко и прочих наших боксеров. И понимаешь, что для наших-то парней счастье абсолютно не в деньгах. И даже не в их количестве. Дерек Чесора в ожидании поединка против Александра Усика впал в меланхолию и рассуждая о том, каким должен быть его поединок против Александра, говорит об одном, что он ни в коем случае не будет проводить этот бой при пустых трибунах. И с ним полностью согласен его промоутер Дэвид Хэй. И честно говоря, дело не в том, что присутствие зрителей на арене будет мотивировать Дерека сделать все необходимое для победы и отдаться поединку полностью. Проблема-то лежит в другом. Дело в том, что Дерек Чесора обладает возможностью предлагать своим фанам продукцию, мерчендайзинг, то есть товары с логотипами своих компаний. И продажа вот этой продукции приносит Дереку Чесоре. Естественно, Дэвиду Хэй довольно-таки достаточно большие деньги. Плюс присутствие зрителей на арене говорит о том, что они купили билеты, а значит процент от этой продажи также падает в копилку Дерека Чесора. Отказываться от столь жирного куска пирога, ни Дерек Чесора, ни, естественно, Дэвид Хэй процент от прибыли он получает, конечно же, не хотят. Поэтому одно из условий, которые они выдвигают Эдди Хирну, в том, что поединок должен состояться при полных трибунах. Где это может произойти и когда мы можем только гадать, скорее всего, в середине или поздней осенью, и почему бы не состояться этому поединку в Арабских Эмиратах, где, собственно говоря, условия послабления, карантина к тому времени будут практически стопроцентными. Ну и второе зазеркалье скуки, которое окружает Дерека Чесору, он хочет провести поединок в Белотор в середине июля. Надеется, что этот промоушен будет проводить поединок в Лондоне. И его попытки войти на арену, в клетку, не лишены оснований. На самом деле, надо понимать, что оканчивая свою любительскую карьеру и еще не начав профессиональную карьеру в боксе, Дерек Чесора разрывался между профессиональным боксом и боями без правил. Так что опыт тренировок в боях без правил, а это практически два с половиной года у него есть. И тренировался он под руководством Алекса Дмитриаса, который в 97-м году основал клуб Лондон Шот Файтерс. И, собственно говоря, по словам Дмитриаса, он вкладывал очень большие надежды в Дерека Чесора, что тот будет проводить поединки именно в ММА. Но, увы, хотя, по моему мнению, все заявления Дерека Чесора о том, что он хочет провести поединок в Беллатор, не более как простая бравада. И, скорее всего, подобное закончится ничем. И давайте поздравим временного обладателя титула чемпиона мира по версии Семирного боксерского совета в тяжелом весе Деляна Уайта с тем, что он таки проведет поединок за титул чемпиона мира. Чтобы сделать эту Деляну Уайту потребовалось три с половиной года ожидания. И, по словам Маурица Сулеймана, он отправил уведомление как действительному чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри, так и претенденту на чемпионский пояс Диантею Уайлдеру уведомление о том, что победитель их третьего поединка, который должен состояться в конце этого года, должен провести обязательную защиту против Деляна Уайта до 21 февраля 2021 года. Ну, а пока время выхода на поединок за титул чемпиона мира для Деляна Уайта не наступило, он начинает рассуждать о том, чтобы провести поединок в октагоне против бывшего претендента на титул чемпиона мира UFC в тяжелом весе, а ныне занимающего вторую строчку рейтинга этого промоушена Фрэнсиса Гану. Причем, в отличие, допустим, от Флойда Майвезера, который тянет всех бойцов UFC в ринг и проводит против них поединки по правилам классического бокса, Делян Уайт предлагает Фрэнсису следующий гешеф, то есть проведение двух поединков, один бой в ринге по правилам классического бокса и второй бой в октагоне уже по правилам MMA. И опять, вы можете скептически так подвести бровку и улыбнуться, сказать, ну, видели мы, как много бойцов и тот же самый Фрэнсис Ботта и Джеймс Тони пробовали себя и в K1 и в MMA и из этого ничего хорошего не получалось. Ребята, Делян Уайт является чемпионом Британии, чемпионом Европы по K1, то есть по кикбоксингу и даже в декабре 2008 года он проводил поединок в MMA, вынеся своего соперника нокаутом на 12 секунде первого раунда. Так что лично мне очень бы хотелось посмотреть на бои Деляна Уайта и Фрэнсиса Ганна как в ринге, так и в октагоне. Только опять же это все разговоры, поскольку мы знаем, что в первой половине августа Деляна Уайта должен выйти в ринг против Александра Поветкина, а этот поединок будет для обоих боксеров не из легких, так что говорить о каких-либо поединках на стороне не стоит. Ну вот, собственно говоря, и все, о чем мы хотели рассказать вам в этом выпуске The Ring Show. Заходите на наш YouTube канал, подписывайтесь на него, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, делитесь нашими видео, оставляйте свои комментарии и лайки. Конечно же, ищите нас в социальных сетях и пабликах Instagram, Telegram, Viber, Twitter, становитесь нашими друзьями на Facebook. Если можете помочь нам сделать большое поистине великим, будем вам очень признательны, а как это сделать, читайте в первом закрепленном комментарии под этим видео. Заходите на наш информационно-аналитический ресурс theboxing.com.ua, пишите нам по адресу нашей электронной почты theringshow at gmail.com и, конечно же, помните, если бокс возвращается, значит, где бы вы ни были и что бы с вами ни случилось, действительно, все будет бокс. и 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